Друзья, приветствую вас. Это YouTube 24 канала. Я Ирина Узлова, со мной Тимур Олевский, шеф-редактор Newsroom издания The Insider. Тимур, здравствуйте, рада видеть. Ирина, здравствуйте, очень рад вас. И сейчас делаем так, чтобы нам никто не помешал. Я уже привык к нашим субботам. У меня сегодня новая вещь для того, чтобы можно было покрутить в руке. Прекрасная детская пластмассовая диодема. Надеюсь, не будет слишком шуметь. Слишком шумно, зато сегодня в районе Керчи и в районе незаконной конструкции Крымского моста, который так именуют россияне, на самом деле это Керченский мост, незаконная лишняя конструкция, которая там в помине не место, как и каждому россиянину на территории нашего украинского Крыма. 12 августа около 15 часов МСК киевским режимом была предпринята новая попытка нанесения террористического удара по Крымскому мосту, переделанной в ударный вариант зенитной управляемой ракеты С-200. Это такое сообщение второй раз за день публикует Министерство обороны России. Раньше они писали о том, что 12 августа около 13 часов киевским режимом была предпринята вот эта вот попытка. Мария Захарова, алкоголица по совместительству официальный представитель МИД Российской Федерации, следующая заявляет. Крымский мост является субъектом сугубо гражданской инфраструктуры. Наглаврет она при этом, ведь оружие и оккупационные войска по нему перевозились. И нападение на Крымский мост недопустимы, глаголит Захарова и анонсирует. Таким варварским акциям не может быть оправдания и они не останутся без ответа. Ну, собственно говоря, ожидаемая и весьма не страшная никому уже реакция. Российские военкоры говорят, больная точка России, Крымский мост, ну потому что не место ему там. О чем все это нам свидетельствует? А ведь как так случилось, что превратилось это все из сакрального предмета в больную точку России? И насколько сильно это демонстрирует, что Путин уже вообще ничего не контролирует? Вы столько всего рассказали, что я даже не знаю, с чего начать. Давайте начнем с того, что не будем называть режим Киевским режимом, а назовем это законы избранной властью, потому что это, во-первых, так и есть. А во-вторых... Министерство обороны России так называет, поэтому это сетапа была. Ну, Министерство обороны России, понятно, обороны Министерства России... Во-первых, ситуация происходит прямо сейчас, да, давайте будем честны, вот просто в эти секунды. Все еще развивается. Во-вторых, пока из тех сообщений, которые нам известны из Министерства обороны России, над Крымским мостом было сбито две ракеты, так они говорят. Что там на самом деле было, пока непонятно, были ли они сбиты, были ли это ракеты или что-то еще. В любом случае, видим мы, что на Крымский мост очередной раз совершено обстрел или какая-то атака совершена в связи с тем, что Крымский мост, ну, по-прежнему остается логистической важным узлом для снабжения российской армии в Крыму и, соответственно, в Приазовье. Это мы с вами тоже прекрасно понимаем. Да, мы не верим никакие слова о том, что Крымский мост – это гражданский объект. Крымский мост построен как гибридный объект для того, чтобы снабжать боеприпасами и живой силой, и техникой российскую группировку, а заодно и демонстрировать. Вы понимаете, какая штука? Тут тоже важный момент. Вот туристы, отправляемые по Крымскому мосту в Крым в год войны – это тоже способ ведения войны Путиным. Мы с вами говорили в прошлый раз о том, что Путин пытает людей людьми, он еще и использует людей как снаряды и пули. Это мы видим не только в Крыму, где загон людей на пляже Крыма в качестве живого щита, хотя вменяемая и ответственная власть могла бы в этом году сказать, Крым находится в зоне боевых действий, и мы туда не будем в этом году завозить туристов, и разрешать туда приезжать. Извините, вменяемые и ответственные люди сами могли бы туда не ехать, понимая, что это не их земля. Это другой вопрос. Сейчас мы это отдельно обсудим с вами. Про вменяемых и ответственных людей, которые сегодня смотрят на пляже в Тамане, как горит Крымский мост, и снимают это на видео, но никто из них не убегает от кромки воды, опасаясь совершенно логичного падения осколков ракет, потому что в раздвоенном сознании людей, которые проживают в Российской Федерации, то, что происходит на Российско-Украинской войне, и их жизнь, даже если это происходит непосредственно в их присутствии, это как бы несвязанные вещи. Этому есть простое оправдание. Объяснение, я вам сейчас его приведу, вы обалдеете, а потом расскажу по поводу людей оружия. В Хакасии идут выборы сейчас. Есть такой российский регион, столица в Абакане. Я там был, когда была авария на Саяне-Шушинской ГЭС. Это очень красивые места, где живут очень, как я сейчас понимаю, очень сохранившие дух Советского Союза люди, видимо, потому что там есть пресс-секретаря, с которым сейчас происходят сложные политические события. И на этого пресс-секретаря-губернатора местные жители Яна Метельская зовут. Я ее очень хорошо знаю по старым своей поездкам в Хакасию. Это прекрасный человек и чудесный журналист был. А сейчас она, видимо, хороший пресс-секретарь. Главное, что она живет в Абакане всю свою жизнь. У нее неоднократно приглашали переехать в Москву. Она отказывалась, потому что она патриот своего места, где она живет, этой сибирской территории, в которой она родилась, в которой ее родители и бабушки с дедушками жили. И она их действительно любит, и оттуда никуда уезжать не собирается. Это важный момент. Не хочу слишком много про нее говорить, потому что я работаю в нежелательной организации. Мы с ней давным-давно не общаемся. На всякий случай скажу, вдруг сотрудники ФСБ решат, что моя похвальба в ее адрес является каким-то поводом для ее преследования. Совершенно нет. Не общался с ней лет 10 уже. Но суть не в этом. Суть в том, что на нее написали донос соседям. С формулировкой «В этой квартире говорят о политике». Это важный момент. Вдумайтесь в то, что происходит. И есть люди, которые считают, что политика, ну их так научил Путин, политика это то, чем ни в коем случае нельзя заниматься. Нельзя обсуждать местные власти, нельзя обсуждать кандидатов, которые бы могли тебя представлять на твоей территории. Нельзя обсуждать войну и Путина. Нельзя вообще обсуждать ничего, что касается политики. Надо делать вид, что ничего этого тебя не касается, и ты к этому никак не можешь приложить свою руку. Ты должен внимательно смотреть себе под ноги. Только. Никогда не поднимая голову вверх, тем более не смотря по сторонам. Это на самом деле поза, которую вы можете себе легко представить и понимаете, к какому строю общества такая поза наиболее подходит. Вы, наверное, подумаете кормовладенческому. Нет, наверное, скорее к феодальному. И вот эти люди пишут донос о том, что в этой квартире говорят о политике. Как о чем-то контрреволюционно вредном для государства. А милиционеры, нужно называть их так, потому что называть полицейскими этих людей, конечно, стыдно. Немножко перед словом полиция. Я вот живу в стране, где у полиции девиз сохранять и помогать. И они вполне следуют этой своей девизу. Этому своему сливию девизу. Российские полицейские, конечно, абсолютные милиционеры. И вот эти милиционеры, а вовсе не полицейские, несмотря на реформу, эти милиционеры приходят в этот дом, где говорят о политике пресекать правонарушения. Вот это, конечно, мощно. И вот, конечно, такие люди, которые привыкли к тому, что говорить о политике это преступление, приехали в Крым, куда их отправили по разным соображениям, со словами «Мы политикой не занимаемся». А раз мы политикой не занимаемся, то и снаряды в нас попасть не могут, ведь они же попадают только в тех, кто занимается политикой, Ирин. Понимаете? И вот эти люди сейчас снимают на Тамане, как разбиваются ракеты или попадают в Крымский мост, совершенно не отдавая себе отчет, что... Притом, знаете, я абсолютно уверен, я когда этот кадр увидел, я подумал, что если вдруг на этих людей в Тамане упадут эти ракеты, и там будут глубокие воронки, а люди пострадают или погибнут, то на их место через два дня придут новые туристы, которые, обойдя эти воронки, чтобы они не мешали раскладывать подстилки, займут те же самые места, вообще не беря в голову, что это может случиться и с ними, потому что с теми людьми, на которые ракеты упали, это случилось, потому что они говорят о политике. Ну, мы-то не говорим, а ракета же понимает, кто о политике не говорит, и Путина любит. Она в таких людей не попадает. Так, наверное, думали люди, которые работают на заводе в Сергиевом посаде, работали. Видимо, они думали, что если они не говорят о политике, то тогда заниматься переразборкой снарядов, которые туда привозили, видимо, можно, и с ними ничего не случится. Но случилось, и как мы теперь понимаем, там, видимо, огромное количество зданий, ну, точнее, большое для этой промышленной зоны, четыре здания, или что-то около того, просто исчезло и превратилось в пыль. Это отдельный вопрос. Теперь касаемо других людей. Смотрите, вот мы говорим о том, почему Путин, я говорю вам, что Путин по Крымскому мосту гонит не только снаряды и не только солдат, но и туристов в качестве живого щита. Используя их, как живые фортификационные укрепления, дешевле, кстати, чем построить вот эти вот бессмысленные кубики треугольные, которыми он закидывает линию соприкосновения или фронт где-то в Белгородской области или при Азове, потому что на бетонные эти треугольники нужно тратить деньги, а люди, которые выступают в роли бетонных этих блоков с живыми щитами, они тратят свои деньги, они сами оплачивают свое перемещение в зону боевых действий. Но они могли бы все равно туда не ехать, и потом, когда прилетает вот такое количество дронов и беспилотников, все равно мы видим, как даже эти аполитические, ну если я считаю, это не оправдание, не оправдание, они бегут оттуда, паникуют и бегут. А что ж такое? Уже политика включается? Да, включается, к сожалению, очень поздно. Включается на уровне инстинктов самосохранения, и не раньше, потому что инстинкт самосохранения говорит этим людям, что политикой нельзя заниматься и обсуждать попадание ракет во что бы то ни было нельзя, это смертельно. И только когда ракета попадает и угроза жизни становится вот в моменте от осмысления того, что прилетают ракеты, больше, чем страх о том, чтобы об этом подумать, они начинают от этого убегать. Потому что все эти годы Путин и его толковые, я бы называл политтехнологами, я бы их называл, не знаю, общественно-политическими технологами, люди, которые формировали сознание российского общества, они приучили их к тому, что думать о том, что могут быть последствия от действий Путина негативные для твоей жизни, более опасные для твоей жизни, чем принимать непосредственное участие в проживании этих последствий. Это очень важно понимать. И в этом смысле я сейчас только-только прочитал главы из нового учебника по истории, который выпустил Владимир Мединский, один из, кстати, формирователей такого поля мысли в Российской Федерации, вместе с ректором ГИМО, в котором, кстати, наверняка когда-то училась Мария Захарова. Вряд ли у него, но не важно. Важно, что институт, так сказать, кует кадры. Разных, кстати, людей. Некоторые люди в нормальном сознании оказались очень толковыми мыслями ему, а некоторые Марии Захаровой. Вот смотрите, они выпустили учебник, в котором они сейчас проводят ревизию вообще всего. Они, например, сейчас написали большой подробную статью в этом учебнике и учат детей. Тому, кто такие диссиденты в Советском Союзе, какая ужасная была бульдозерная выставка современных художников при Хрущеве и как коммунальные службы для пресечения беспорядков навели порядок на улице, где происходила эта бульдозерная выставка, используя в том числе и бульдозеры в качестве расчищения и облагораживания территории. Я могу вам прочитать прям цитату из этого учебника. Она настолько великолепная, что никакие мои слова, описывающие это, не могут превозмочь чистоту стиля языка, но суть там заключается в том, что часто современных детей в России учат тому, что диссиденты в Советском Союзе это первые враги настоящие, а нынешние диссиденты и, соответственно, люди, которым не нравится война, это, соответственно, их прямые потомки и наследники, и все они, во-первых, коммунальные службы наведут порядок, а во-вторых, всех их, в общем-то, не жалко, они враги России, смотрят их шире Советского Союза, их всех надо уничтожить. Удивительным образом, конечно, феодальная страна, находящаяся на уровне феодального развития общества, сверху нахлобучила себе коммунистический прогрессистский проект путем терроризма, но только замешанный на терроризм изначально и узурпации власти, а потом, когда этот проект рухнул, она опять превратилась в феодальную страну, такого уровня развития социальных и политических отношений, и сейчас эти феодалы продолжают консервировать эту историю, для того, чтобы ни в коем случае не дать ей возможность развиться хотя бы, да я не знаю, городского общества с униями, где существуют какие-то права у ремесленников, вот хотя бы даже до этого уровня не дают ей развиться. Так вот, по поводу людей, это просто великолепный учебник, ой, это вам надо всем почитать, там такие вопросы в конце замечательные для детей, расскажите, кем были диссиденты в Советском Союзе, после прочитанного понятный ответ, правильный ответ, плохими людьми, которые хотели вреда своей родине, ну то есть, сейчас 2023 год, ревизия происходит в событии 60-х годов прошлого века, отменить любое вообще, любое упоминание попытки привлечения внимания к свободе личности на той территории, которую управляет Путин, уничтожить, ошельмовать и превратить людей обратно в крепостных, как можно более счастливых, той мыслью, что они крепостные. Это настолько банально звучит и так чудовищно просто, что даже неловко это произносить вслух. Я тут подумал, что фильм «Холоп», комедия, которую сняли в России, Харьковский, существует в Советском Союзе, за несколько лет до войны, если я не ошибаюсь, когда она вышла. По сути, на самом деле, это художественное осмысление и попытка уловить ровно вот это движение государства, которое очень важно, чтобы люди чувствовали себя счастливыми крепостными, в лучшем случае, или несчастными крепостными, по большому счету, неважно, но ни в коем случае не свободными людьми. И это настолько архаично и настолько очевидно происходит прямо на наших глазах, что диву даешься. Может и правда у них там существует какая-нибудь тайная, я не знаю, организация, как у Гитлера, Ананбер какая-нибудь, которая, не знаю, эзотерическими всякими путями пытается выстроить какое-то невероятное общество, выстроенное на, не знаю, вот межклассовых вот этих отношениях, где особенные люди, долгоживущие, типа Путина, управляют населением, которое не может поднять голову вверх, чтобы увидеть ракеты. Потому что если она их увидит и начнет думать о том, как связано их пребывание на этом пляже с тем, что они прилетают, то их немедленно за мысли отправят куда-то в тюрьму, где им будет похуже, чем если в них ракета попадет. Это очень важно понимать. Путин использовал точно так же, как этих людей в Крым, отправляемых, людей из Африки. Путин точно так же провоцировал кризис мигрантов в Сирии и в Африке для отправки в Евросоюз, понимая, что миллионы беженцев, которые побегут в Евросоюз, будут неосознанно невидимыми солдатами Путина, разрушающими общественное отношение и общественное согласие в Европе для того, чтобы давить на Европу и заставлять ее чувствовать себя разобщенной, разделяться, соглашаться на политику Путина, не вмешиваться в попытки Путиным восстановить Советский Союз путем агрессии и аннексии Украины и завоевания Украины и других стран соответственно следом и вообще чувствовать в Путине защиту, потому что он может как открыть двери для мигрантов в Европу, так и закрыть их. И ключ от этих потоков мигрантов, как он думал, долгое время находились у него в руке. Использовать людей в качестве живого оружия это принцип действий Путина и его окружения и силовиков, которые там вокруг него. И это, конечно, фантастически жестокая вещь, потому что как действовал западный мир последние годы и мир не конфетка, надо все понимать. Мы знаем, что в истории Европы, в истории Америки существует колониализм. Мы знаем, что в XIX веке, XVII веке, начиная с XVII века, но это было очень давно. Сперва британцы использовали колонии свои как способ обогащения метрополии, потом Соединенные Штаты Америки использовали рабов для того, чтобы увеличивать свои производственные мощности, потом они приходили к какому-то пониманию того, что это проблема и беда их общества, проходили этот путь. Просто в это время Россия занималась тем, что покоряло собственные народы вокруг себя, превращая внутри себя людей в рабов. А западный мир превращал в рабов не своих хотя бы людей, мне кажется, даже более нравственно, а людей, которые живут на каких-то других территориях, они хотя бы придумывали какие-то теории не просто покорения, но еще и просвещения. Но в конечном счете, в XX веке, в XXI веке, извините, Запад пришел к мысли, что бы не столкнуться с потоком миграции к себе на своей территории, в которых выстроена какая-никакая демократия, солидарность и прочие вещи. Развивать и помогать надо людям, которые живут там, чтобы они не хотели приезжать сюда, а начинали лучше жить там, где они живут. И в это время как раз, вот как раз одновременно с этим, у Путина появилась блестящая идея, что можно разрушить жизнь там. И тогда эти люди не будут оставаться там, где они живут, а побегут на Запад. Ну, потому что вряд ли они побегут в Россию. Если вы заметили, люди из Африки, миграты из Африками, то тысячами и сотнями тысячами ехали не в счастливую Россию, чтобы там устроить свою жизнь и не покорять Сибирь, а они ехали именно на Запад, потому что на Западе жить лучше, очевидно. И именно туда их и возили перевозчики. И вот этот способ давления на Запад с помощью людей, отработанный все двадцатые годы, ну, и десятые годы, соответственно, с момента начала кризиса в Сирии, превратившегося в разрушительную войну, он, в общем, на самом деле сейчас повторяется, как мы видим, когда этих туристов загоняют в Крым со словами «там очень хорошо, езжайте туда, тратите туда свои деньги, а не обращайте внимания, дым над крымским мостом, это посмотрите, как здорово работает наше ПВО. Вот, возрадуйтесь такому представлению. Тут надо понимать, конечно, что ПВО может когда-то сработать, когда-то не сработать, а однажды ракета самого ПВО может упасть на любой из пляжей, но, кажется, пока не упадет. Никто не подумает о том, что случится такое, может, когда упадет, то, как я уже сказал, я уверен, что новые туристы займут места тех, кто попадет под эти осколки ракет. Я думаю, что они не успеют занять это место, потому что, по всей видимости, конец Крымскому мосту уже совсем не за горами. Повлечет ли это кризис власти в Российской Федерации, конец Керченского моста и Крыма в целом для Путина? Думаю, уже нет. Ой, кстати, можно я закончу тейк про Африку свой, извините, что свой тейк использовал, что сейчас в интернете модно. Свой разговор по Африку, небольшой рекламы нашего текста в инсайдере в поисках новых колоний, чего хочет Путин от Африки и почему провалился саммит в Петербурге. Вы знаете, что он был. Рекомендую прочитать. Там много интересного. Африка не за горами, она прямо рядом. Стоит понять, что там происходит, что там Путин делает. Кстати, СССР пытался делать то же самое, но там просто тогда присутствовал Запад и США, а сейчас они несколько ослабили свои позиции, им приходится догонять. А Путин оказался там впереди. По поводу ослабления власти, если что-то случится с Крымом, мне кажется, что... Не что-то, а вернется Крым в Украину. Но он и есть Украина. Да, безусловно. В этом вообще нет никакого сомнения, что Крым – Украина, нет никакого сомнения, и что Крымский мост в том виде, в котором сейчас существуют отношения между Россией и Украиной, должен быть уничтожен, потому что он не выражает ни солидарность, ни дружбу, ни экономическую взаимопомощь или какие-то способы ведения бизнеса. Это исключительно символ агрессии, примерно такой же, как строительство моста Гитлера на том же месте, примерно, когда он пытался покорить как раз Советский Союз. Думаю, что нет. Потому что... Думаю, что кризис не случится, потому что общество морально готово к тому, что в Крыму может начаться война, а мост будет разрушен. Если бы это случилось внезапно, то, наверное, бы это могло провоцировать кризис, но действия украинской армии мне кажется, подготовка к освобождению Крыма приводит, мне кажется, россиян к мысли о том, что такое, в принципе, возможно, и это уже не будет шоком. Более того, это, в общем-то, и хорошо, потому что мысль о том, что Крым может быть не наш, а мост может быть разрушен, это очень правильная мысль, об этом надо думать людям, которые живут в России и вообще любым россиянам, привыкать к этой мысли, к этому мысли готовиться, с этой мыслью смириться, перестать из-за этого хотеть продолжать войну, признать, что это не их территория и спокойно, абсолютно согласиться на условия возвращения Крыма в Украину в качестве договорных позиций об окончании войны. Дело в том, что Путин же человек, который не только влияет на общество, но и за обществом очень внимательно следит. И мнение общества для него имеет значение. Он, знаете, там он формирует со своими людьми соответственно вот некое представление о реальности, потом смотрит обратно связь, какая обратная связь, и всегда как будто бы действует именно так, как люди хотят. если вдруг в людях сейчас многочисленных людях, в большом количестве людей, живущих в Российской Федерации, посеется мысль о том, что потеря Крыма и моста вместе с ним возможно, то есть это станет в умах людей возможным, то это может случиться. Пока это было невозможно, он за это держался. Но как только появится мысль, что теоретически это возможно, что Крым кажется и правда не нашим, так только это станет возможным и для самого Путина, и перестанет быть такой священной коровой, за которую надо до последнего биться, потому что иначе бы ему бы сказали какой же ты царь, если ты не сдерживаешь свои царские обещания, и твоей воле не подчиняется вселенная, луна, солнце, Украина и западный мир. А сейчас украинская армия дает понять, что не подчиняется воле, ну и Путин, соответственно, поскольку ему не нравится идея, что кто-то ему не подчиняется, он просто сделает вид, что это вообще не его воля была. Такое теоретически возможно. Вот это происходящее в Крым, а это еще только начало, я так понимаю, это все, конечно, приближает освобождение Крыма, мне кажется, в самом прямом смысле, потому что очень важно, чтобы Крым вернулся в голове людей, которые его захватили, и тогда он очень легко вернется в реальность. Ну, в голове людей, которые его освобождают, он и так вернется, тут просто все понятно, поэтому я про это даже не говорю. Что произошло в Сергиевом Посаде на оптико-механическом заводе, который принадлежал Растеху, выпускал прицелы для оружия, галтиметры для военных, по некоторым данным разрабатывал какой-то бомбардировщик, суперспециальный посланник, что там произошло на самом деле? Ой, слушайте, по поводу посланника, я думаю, это не совсем не совсем адекватно понятое сообщение издания агентства, потому что сумма тендера, которую выиграл конкретно этот завод на разработку посланника настолько мала, что на эти деньги никакой бомбардировщик разработать невозможно. Максимум, что там могло быть, учитывая специализацию завода, могли разработать какой-то один из элементов, например, антирадарное покрытие для крышки кабины пилота. Знаете, наверное, что в американских истребителях, если вы посмотрите на истребители F-35, увидите, что крышка пилота, вот эта вот стеклянная, не стекла, а из прозрачного материала, прозрачная, она покрыта таким медным чем-то, и она блестит, как будто полупрозрачная медь. Вот это вот вещество, которым она покрыта, суперсекретная, это вещество, которое не дает возможности отражать лучи радара и делает его кабину такую же невидимой, как и весь остальной самолет. Ну, там мало заметно. Вот. Могли, например, разрабатывать там какой-нибудь, не знаю, оптический прибор или радарную часть. Наверное, могли. Я не знаю точно, но думаю, что не весь, конечно, истребитель, потому что там речь идет о десятках миллионов рублей, это на эти деньги нельзя построить ничего большое, это понятно совершенно. Другой вопрос, что взорвалось так, как будто там был пороховой склад. Ну, или было очень много взрывчатки, никакой устребитель так взорваться не может. По некоторым данным, которые, в том числе, кстати, мы описывали в новостях, там уничтожены четыре строения, четыре здания снесены просто до основания, и на разборках завалов этих зданий до сих пор, которые продолжаются, обнаружено десять фрагментов человеческих тел, фрагментов не тел, всего говорится о одиннадцати пропавших без вести. Я думаю, что реальности таких предприятиях может оказаться, сейчас я буду осторожно заходить на территорию недоказанного пока, что там на самом деле могло быть и больше пропавших без вести, просто не у всех есть российское гражданство и родственники. Тут вот какая штука. Там действительно, судя по всему, были пиротехнические предприятия, которые занимались изготовлением салютов, в том числе салютов для российской армии. Ну, знаете, наверное, настоящие салюты, которые, не знаю, на день победы стреляют из гаубиц, Д-30, это снаряды буквально, которые разрываются в воздухе, но они вылетают из пушек настоящих пулок. Из стволов настоящих пушек. А это не вот такие пиротехнические штучки, которые мы с вами можем до войны использовали во время фейерверков на праздники. Сейчас, конечно, я думаю, никто нормальный использовать их уже не будет, потому что ничего радостного от разрыва таких фейерверков люди не могут испытать, кроме ПТСР. У нас, кстати, про ПТСР есть отличный текст, на этой неделе вышел, прямо вот только-только свеженький, про психологов, которые разговаривают и рассуждают о травмах общества, находящегося не только на войне, но и в Тулу. Дальше. ПТСР-наблюдатели это называется. Даже у тех людей, которые не участвуют непосредственно в войне, а просто за ней следят, существует травма, которая накапливается и которую никто не фиксирует, а на самом деле это очень страшные последствия может иметь для всего общества, и это надо обязательно прорабатывать и за собой следить. В Сергиевом Посаде могла быть такая вещь, могла быть такая, поскольку завод изначально уже был секретный, то есть там был определенный уровень допуска, охраны и прочее, прочее, там могли вы вы тапливать взрывчатку или вытаскивать сухой просроченный порох из старых снарядов. В Российской Федерации это мы знаем точно. Очень большая доля изготовления артиллерийских снарядов сейчас это не производство новых снарядов, а переработка старых снарядов, потому что в Российской Федерации очень много заводов, которые изготавливали, ну, во-первых, те, которые есть, работают сейчас три смены, их осталось немного, потому что Российская Федерация одной в голове у Путина готовилась к войне, а в системе, построенной Путина, готовилась к переезду на Мальту нескольких человек, ну, некоторого количества людей, которые занимались и занимаются коррупцией по всей стране. Они собирались совершенно точно, и более того, она не собиралась воевать. Она превращала военные предприятия, бывшие военные предприятия, в пространство для застройки мирными домами, которые продавались за большие деньги разным людям, которые смогли их заработать. Ну, или за не очень большие деньги для людей, которые могут взять в России ипотеку. Это очень важный факт, например, вот в Новосибирске, тоже об этом как-то говорил уже, был завод снарядный, буквально, который делал снаряды. Его закрыли, распилили, на его месте построили новый жилой комплекс, который начали уже продавать. И все это происходило окончании этого процесса допиливания и строительства, уже когда война началась, чтобы вы понимали. Чем местные жители, которые, вот ультрапатриоты, которые за войну, они глубоко возмущены были, как же так, мы воюем с Украиной, нам не хватает снарядов, а в это время в Новосибирске снарядный завод превратили в жилой комплекс, все попилили, построили. Зачем вам снаряды-то были? Вы же воевать не собирались. И правда, эти люди воевать не собирались, никто воевать не собирался. Эту войну придумали за три недели, буквально, ее придумали давным-давно, десятки лет, но ее людям объявили, что она будет за три недели и быстро-быстро стали переводить экономику на военный рельс. Правда, думали, что обойдется тремя днями и салютными шашками, а оказалось, что придется воевать по-настоящему. Поскольку в России не хватает снарядного производства, мы знаем, что очень много снарядов делаются из старых снарядов, потому что порох новый худо-бедно делают. А вот эти металлические болванки, которые и гильзы, или как это все называется, которые нужны для того, чтобы их снаряжать взрывчаткой, не делают, потому что для этого нужно производство и даже такую круглую штуку выточить, чтобы нужны технологии, которые утрачены за это годы и не собирались совершенно их содержать и восстанавливать. Государство было построено по принципу корпоративного некого мероприятия по извлечению прибыли, а не для того, чтобы заниматься подготовкой к войне. И поэтому много всяких маленьких и побольше мест занимаются вытаскиванием вот этих старых болванок, из них вытаскивание пороха, и, соответственно, извините, дочка пришла, сейчас может, чтобы громко не кричала, машу ей рукой. И туда, соответственно, потом эти болванки отправляют на предприятия, которых начиняют новым порохом и отправляют на войну. Причем, самое удивительное, что, судя по всему, и не только вытачивание проблема, но и сами сплавы, из которых сделаны эти болванки были в Советском Совете, тоже проблема. Вот. И это, конечно, говорит об уровне экономики, про которую вчера очень смешно заявил Рамзан Кадыров. Сейчас мы к этому, если можно, вернемся. У нас просто уже пять минут остается, Тимур. Я сейчас коротко закончу. Есть предположение, мы будем доказывать, проверять, что в Сергиевом Посаде было одно из таких заводов, был один из таких заводов небольших, где из старых снарядов доставали все, чтобы болванки отправлять на вес на бояные предприятия для того, чтобы начинять и делать новыми. Я не удивлюсь, если там окажется потом, что работали какие-нибудь рабы из Средней Азии, без Центральной Азии, без всевозможных документов, и поэтому еще и получали копейки. И уровень культуры работы с такими опасными веществами была не очень высокой, вообще уровень у культуры производства была очень низкой, как это часто бывает на предприятиях, где работают люди за маленькие деньги в полурабских условиях, поэтому это все и взорвалось. И вот это на самом деле видимо не единственный раз, когда что-то такое взрывалось в России и очевидно не последний. Мы еще будем свидетелем таких взрывов. Но мы еще посмотрим внимательно на то, какие там были разрушения и сможем это чуть более точно узнать. Единственное, не уверен, что удастся узнать, кто именно на этом заработал, кто стал бенефициаром получения денег от Министерства обороны на это. Но может быть и это сможем сделать, посмотрим, будем внимательно следить за этим. Теперь по поводу культуропроизводства. То есть это вот страна, которая не может сделать болванки для снарядов, потому что у них нет стали, нет людей, которые могут выточить эту всю штуку и прочее, прочее. А те, что есть, не хватает. Эта страна одновременно заявляет, ну, не страна заявляет, а ее яркие представители заявляют, что санкции всем пошли на пользу и Украину надо добить. Можно подумать, что она уже, знаете, сильно избита, сдается буквально, и вот осталось только добить. Это я вспоминаю слова Рамзана Кадырова, который встречался с Путиным. Путин у него спрашивал, видимо, что-то про перспективы переговоров, а Рамзан Кадыров бодро, но, правда, слабым голосом заявлял о том, что он лично против переговоров и дальше объяснял, почему он против. все же так хорошо идет, давайте осталось чуть-чуть модовье. Интересный момент выключается в том, почему Путин спрашивает Рамзана Кадырова, вообще обсуждает с ним прилюдно, а мы это видим, возможность переговоров, Ирина. Я думаю, что это первая ласточка к тому, что Москва, а точнее Владимир Путин готовит общество к тому, что есть дискуссия, а значит, теоретические переговоры возможны. Ведь раньше он был непобедимым лидером Советского Союза, который собирался, ну, может быть, Львов отдать Польше с барского плеча в обмен на все остальное. А теперь, кажется, это тот человек, который к переговорам готовится сам и готовит свое общество. Там Кадыров будет против, ну, ему скажут, что, ну, Кадыров у нас такой специфический, он против, а вот, не знаю, а вот Дальний Восток за, нам надо послушать разные мнения и тра-та-та. Но, тем не менее, все мы прекрасно понимаем, что уже последние несколько месяцев Путин, на самом деле, публично ноет об этих переговорах, но нужны они ему только лишь для того, дабы превратить эту войну в еще более затяжной конфликт. Конечно, ему нужно зафиксировать сейчас, он понимает, что если украинская армия, знаете, она давит, несмотря на свои, на огромные усилия и жертвы, которым это давление сопровождается и ценой, которую она осуществляется. И, конечно же, украинская армия, и Путин знают, что осенью приедет другое оружие, еще более мощное, и ситуация будет еще более ускоряться. Более того, знаете, как улита, она ведь медленно ползет, но обгоняет зайца. Помните, наверное, эту притчу британскую о том, как улитка обогнала кролика. Она обгонит в конечном счете. И это Путин знает. Ему, конечно, хочется зафиксироваться сейчас, чтобы потом показать, как он там, я не знаю, хоть что-то, но забрал, а там, глядишь, и заново заставить людей уже окончательно превратить страну в Советский Союз с 1937 года и, соответственно, набраться сил и повторить еще раз. И тут главное, конечно, не повестись на эту историю, потому что согласиться на переговоры сейчас, это значит зафиксировать ситуацию сейчас, согласиться на переговоры потом, это значит зафиксировать ситуацию потом, не мне давать советы украинскому обществу, в какой момент украинское общество согласится на то, что нужны переговоры, потому что украинское общество платит жизнями своих людей за эту войну. Но, очевидно, совершенно Путину хотелось бы прямо сейчас хоть что-то остановить. И это значит, единственное, что мы с вами можем понимать точно, это значит, что, видимо, он не уверен, что российская армия сможет сдержать украинское наступление, как бы медленно оно не шло, и как бы, вернее, русские СМИ, российские СМИ, ультрапатриотические в том числе, не разгоняли, Z-каналы в основном, разгоняли мысль о том, что оно не такое быстрое, как хочется видеть всем, кто на стороне Украины. Мне кажется, что это тоже в определенном смысле такая, знаете, как принято говорить, ИПСО, только российское ИПСО, в том числе и на английском языке. Россия тратит очень много сил на то, чтобы на английском языке наступление Украины выглядело как слишком медленно и потому провально. Я думаю, что реальная ситуация находится где-то между, и надо следить за мнением разных людей. Но украинские военные тоже говорят, что тяжело все. Тут я не буду, я думаю, не буду открывать военную тайну в том, что украинские военные хоть и говорят, что мы все равно победим и выйдем на границу. Кстати, если уж правильно говорить, 2003 года, а 1991, потому что делитимация границ завершилась договором в 2003 году, в том числе туда пошел Крым и все, Черное море и Азовское море и все остальное. Ну, формуле мира 1991 год зафиксирован и, в принципе, военные наоборот сейчас говорят, что довольно-таки активные наступательные действия. У нас и прорыв первой линии обороны совершен, да, и в западных медиа все равно меняется. В западных медиа начинает меняться. В западных медиа идут такие разговоры, что, с одной стороны, люди пишут, что, смотрите, у них стало получаться, и, с другой стороны, я, например, вижу очень много российско-центричных сообщений на английском языке о том, смотрите, смотрите, Украина не так хорошо воюет, у них ничего не получится, заставляйте свои правительства соглашаться на переговоры. Я думаю, что это тоже одна из частей гибридной войны в этом смысле. Но по поводу границ коротко хочу закончить. Вы, наверное, знаете, что после 91-го года между Россией и Украиной проходил очень долгий, мучительный процесс, затягиваемый Россией много лет, по разграничению границ. То есть, эти административно зафиксированные границы надо было международным договором зафиксировать и сдать в ООН подписанную бумагу о том, где проходят реально границы. Не демаркировать ее, поставить столбы, а хотя бы на бумаге договориться, где она проходит. И вот этот процесс, этот процесс завершился только в 2003 году. Россия за это время поменяла огромное количество руководителей и делегаций, которые этим занимались, а Украина, кстати, не меняла. Как был один человек, который живет в Арпене, так и продолжала этим заниматься. И в 2003 году добилась этого. каждый метр границы был на бумаге, на картах определен, расставлен и договор подписан с большим трудом. Даже Путин приезжал ради этого в Киев, хотя он очень не хотел этого делать и подписывать, но ему пришлось это сделать в конечном счете. И этот договор от 2003 года с границами, в которых есть Крым, Азовское море, каждый метр границы между Россией и Украиной, начиная от трех сестер с первого километра, от первого столба пограничного и дальше по всей границе, все это дело написано на бумажке и отправлено в ООН, как в банк хранения такой вот депозитарий, который гарантирует сохранение документов. Вот в 2003 году процесс, которым шел много лет и долго саботировался, был завершен. И в 2003 году Россия подписала международный договор о том, какие границы есть у Украины, которые она сейчас и нарушает. А в 1991 году это была такая немножко хаотично-абстрактная вещь, там очень много всего было непонятно. Понятно, что когда мы говорим о границе с 1991 года, мы говорим о символе, ну, о Крым, украинский и прочее, прочее, прочее. Но надо помнить, что существует бумага. Бумага. На ней стоит подпись представителя России, представителя Украины, президента России, президента Украины. И эта бумага лежит в ООН. И там написан каждый метр. И этот каждый метр придется возвращать, который сейчас захвачен. Это очевидно, совершенно это подпомнилось. Да, договор о государственной границе тогда подписан, но все равно мы артикулируем границы 1991 года. Да, я понимаю, почему это самая понятная для всех людей вещь, потому что все помнят, что в 1991 году Россия договорилась и Украина договорилась о независимости. Тимур, спасибо большое. Уже да, мы должны, к сожалению, уже выходить из эфира, потому что ограничено у нас немного. Спасибо огромное за сегодняшний разговор, за разъяснение, что ж будем наблюдать и ждать этого нашего выхода. Все для этого и делаем на границе 1991 года и нашей победы. Спасибо вам. До новых встреч, друзья. Спасибо, что смотрели. С вами была я, Ирина Узлова, Тимур Олевский был, главный редактор Ньюсрума, издания The Insider. Спасибо, что вы играете. Шеф-редактор, не гради бога, а то потом главный редактор обидится. Да, шеф-редактор, Ньюсрума, я отвечаю. Спасибо, друзья, что были с нами. Пожалуйста, поставьте лайк нашему разговору, если вам понравилось. Подписывайтесь на YouTube 24-го, берегите себя, верьте вооруженной силе Украины, победим.